Добрый день, дорогие читатели! Вас приветствует Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. Сегодня мы хотим вам поведать о самом известном произведении Евгения Львовича Шварца «Сказки о потерянном времени». Вообще, сказка – это уникальное изобретение человека. Она и развлекает, и развивает, и воспитывает, и даже лечит. Сказки хороши тем, что в них могут найти полезные мысли не только дети, но и взрослые. Через легкое и увлекательное повествование писатели напоминают о самом главном – обращают внимание на что-то ценное. Евгений Львович Шварц – талантливый драматург, поэт, прозаик и сценарист. Его перу принадлежит очень много произведений. Уже несколько поколений читателей и зрителей смеются и грустят вместе с героями замечательного сказочника. Перед вами неповторимые и чудесные истории писателей – веселые и грустные, мудрые и поучительные. Сказки о победе добра над злом, ума и смелости над глупостью, праздностью и лицемерием, о торжестве искренности, любви и состраданиях. В его сказках волшебное и реальное существует рядом, и это помогает по-новому увидеть множество привычных вещей. Герои произведений этого замечательного писателя смелы, великодушны и очень сообразительны. Чего только с ними не происходит, в какие невероятные ситуации они не попадают. Евгений Шварц всегда был убежден, что сказка непременно должна заканчиваться хорошо, но для этого ее героям надо потрудиться, пройти нелегкие испытания и во многом себя преодолеть, действуя дружно, сплоченно. Сказка о потерянном меремене уже многие годы рассказывает мальчикам и девочкам о том, как важно не терять времени попуску, ценить каждую минуту и каждый час. Ведь человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Третий классник Петя Зубов учился в 14-й школе и все время отставал и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. После каждой четверти он обещал исправиться, догнать одноклассников, однако ничего не менялось. Однажды Петя пришел в школу, как всегда с опозданием. Он весело вбежал в раздевалку и как вкопанный остановился у зеркала. На него глядел не мальчик, а дедушка. Каким-то непонятным образом превратился Петя в высокого худого бледного старика. Выросли у него окладистая борода, усы, морщины покрыли сеткой у лицо. Не на шутку испугавшись, Петя бросился домой проверить, узнает его мама или нет. Однако мама удивилась, увидев на пороге старичка, который назвал ее мамой. Петя очень огорчился и пошел, куда глаза глядя. Послушайте, как он в пути размышлял о своей судьбе. Какой я одинокий и несчастный старик! Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики, те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут, ведь я всего только три года работал. Да и как работал? На двойке, да на тройке. Мальчик совершенно не представлял, что ему делать дальше. Он даже не заметил, как вышел за город и попал в лес. Он набрел на пустой доме. Петя очень устал и заснул в углу на сене. Когда же он проснулся, то заметил двух мальчиков и двух девочек, которые сидели за столом и что-то обсуждали старческими голосами. Петя прислушался к их разговору, и страшно ему стало от того, что он услышал. Так он узнал, что это были злые волшебники и злые волшебницы, которые ловили ленивых детей, что тратили время понапрасну. Среди их жертв оказался не только Петя Зубов, но еще трое ребят. Все они превратились в стариков, в то время как волшебники стали детьми. К счастью, один из волшебников проговорился и открыл способ, как ребята-старички могут снова стать детьми. Для этого они должны прийти в этот дом и ровно в полночь перевести стрелку ходиков на 77 кругов обратно. Тогда дети снова станут детьми, а волшебники погибнут. Когда волшебники отправились по своим делам, Петя помчался в город искать стариков-школьников. Вот только на его пути попадались самые обычные старики, по которым было сразу видно – настоящие, не третьеклассники. Петя очень устал и присел передохнуть на лавочку в сквере. Тут он заметил старушку, которая читала газету «Пионерская правда» и уплетала булку с изюмом, а затем стала играть в трешки мечом. Стало понятно, что это заколдованная школьница. Петя узнал, что ее зовут Маруся Поспелова и объяснил, что произошло. Вместе они отправились на поиски остальных ребят и вскоре наткнулись на старушку, которая играла в классики. Это была Наденька Соколова. Оставалось найти четвертого заколдованного мальчика. Им оказался Вася Зайцев, которого ребята смогли отыскать только поздним вечером. Оказывается, он катался по всему городу на колбасе трамвая под номером 9. Товарищи по несчастью поспешили к лесному домику, чтобы избавиться от страшного заклятия. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Дождавшись полуночи, Петя протянул руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно справа налево. Так злые волшебники вновь стали дряхлыми, сгорбленными старичками, а школьники превратились в обычных детей, какими были прежде. На последнем обороте стрелки часов волшебники исчезли, словно их никогда и не было на свете. Ребята поняли, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Главная мысль произведения кажется понятной и простой. Однако автор так увлекательно и с юмором обыгрывает историю героев, что книга читается с большим удовольствием. Она заставляет задуматься и сделать то, что уже долгое время откладывалось на завтра. Она учится нить каждый прожитый нить. В 1964 году по сказке о потерянном времени кинорежиссер Александр Птушко снял одноименный фильм. Замечательный режиссер уже имел опыт создания сказок, но первоначально не он должен был снимать эту картину. Экранизация сказки о потерянном времени была задумана режиссером Тамарой Лисиция. Уже был написан сценарий, произведена раскадровка и подобраны актеры. Однако во время подготовительного периода съемок, несмотря на обещание со стороны руководства запустить фильм, картина была отдана Птушко. «Сказка о потерянном времени» единственный фильм Александра Птушко снятый на современном материале в повести известного драматурга и писателя Евгения Шварца. В этой работе Птушко продолжил традицию сочетания художественного фильма и анимации, которую сам же изобрел в новом Гулливере. Сценарий и тексты песен к фильму написал не менее знаменитый автор Владимир Лившиц. Он известен главным образом как автор стихотворений для детей. Его искренние душевные стихи трогают нас до слез, дарят тепло, вселяют надежду. Фильм «Сказка о потерянном времени» собрал настоящих мэтров советского кино, талантливую игру, которых оценили зрители нескольких поколений. Маленького Петю сыграл Гриша Плоткин, а взрослого Петра после колдовства замечательный актер Олег Анофриев. Васю ребенка сыграл Миша Кулаев, а взрослого прекрасный комедийный актер Савелий Крамеров. Марусю школьницу воплотила Вера Волкова, а после заклинания Людмила Шагалова. Маленькую Настю сыграла Лида Константинова, а взрослую лучшая черепаха тортила Советского Союза Рина Зеленая. Помимо Витцина в фильме участвовал еще один актер и знаменитой троицы трус-балбесы-бывалый, неподражаемый Евгений Моргунов, появился в эпизодической роли владельца «Москвича». Есть ли отличия фильма и произведения? Да. В кинокартине действия происходят в теплое время, ближе к лету, а в книге – зимой. Разница и в повороте часов, что в целом особо не нарушает целостность и мысль сказки. У Шварца ребята, чтобы обрести прежний детский вид, должны прокрутить стрелку часов на 77 кругов назад, а в фильме достаточно всего трех оборотов. В оригинале и в киноленте отличаются имена и отчества героев. Нужно заметить, что в этом фильме снялся пес-дружок, который затем играл и в фильме «Морозка». Вот такой получилась сказка о потерянном времени. Актеры старались играть так, чтобы история надолго осталась в памяти зрителей, и это им удалось. В 1978 году по мотивам одноименной сказки Евгения Шварца был снят советский мультипликационный фильм, а в 1963 году и в 1984 году были созданы цветные рисованные диафильмы. Напоследок хочется сказать лишь одно. Читайте произведения Евгения Шварца. На страницах его книг вас ждут настоящее волшебство, «Захватывающие приключения», «Дух товарищества» и «Истинная любовь». Список рекомендательной литературы прилагаем. «Истинная любовь» Продолжение следует...